Сегодня Морской Государственный Университет можно смело назвать флагманом морского образования на Дальнем Востоке. Именно здесь десятилетиями создавалась современная морская школа. Высшим учебным заведением бывший морской техникум стал 5 марта 1944 года, а первый праздник, посвященный флоту невоенному, был учрежден приказом номер 95 в феврале 1946 года. 75 лет МГУ имени адмирала Невельского празднует масштабно, как и полагается, в юбилейный год. Этапы становления морского вуза, который многим жителям Владивостока долгие годы был известен, как легендарная ДВИМУ отражена в исторической фотовыставке «Начало судеб и путей морских». Здесь собраны архивные фотоснимки выпускников, преподавателей, документы, начиная с 40-х годов и заканчивая событиями наших дней. Эта выставка прежде всего обращена к тем, кто здесь работает и к тем, кто здесь учится, потому что они здесь узнают своих преподавателей и видят воочию, как развивался университет. Особой фишкой в год юбилея стала экспозиция камней авторской огранки под названием «Философский камень». Уникальное собрание выставлялось во многих странах мира, но никогда во Владивостоке. И вот нашей съемочной группе удалось ее запечатлеть в Морском университете. Здесь и фотографии уникальных камней, отличающихся не только качеством исполнения, но и философской наполненностью. Коллекция включает в себя 10 камней. В рисунке грани каждого угадывается тот или иной символ. Я постарался изобразить какие-то символы. А потом, поскольку я еще член союзописателей, я к каждому камню написал притчи, которые выражали идею этого камня и превращали ее в некую философскую концепцию. Они ставили какой-то вопрос, на который человек должен был ответить. Штурман по образованию Виктор Тузлуков подарил один из драгоценных камней университету, в котором учился в 80-х годах. В новом проекте «Наследие. Каждый камень» посвящен определенной культуре. Первые работы этой серии впервые демонстрировались осенью 2018 года. Я постарался собрать зерна мудрости из этой культуры и создать композицию из традиционных символов, орнаментов, чтобы выразить какую-то мысль, характерную для данной культуры. В дальневосточной регате учебных парусников, которая впервые прошла в акваториях Владивостока в прошлом году, вместе с российскими парусниками «Надежда» и «Паллада», приняли участие суда из Японии, Индонезии, Республики Кореи, а также парусные яхты из КНР. Старт состоялся в Южной Корее. Участники преодолели 600 морских миль и прибыли в Приморскую столицу. Победителем стал учебный фрегат «Надежда» с курсантами-практикантами судоводительского факультета и колледжа морского университета. Фотовыставка, посвященная яркому спортивному событию, собрала в себе работы профессиональных фотографов и любителей, в числе которых курсанты. Чествовал университеты ветеранов морского образования, которые работают в стенах вуза 50 лет и более. Поздравил и наградил личный состав и сотрудников в ходе торжественного собрания, исполняющие обязанности ректора МГУ. Я думаю, многие из ветеранов могут найти в своей страничке и такие же, когда вот это морское образование, полное государственное обеспечение, спасло и поставило на истинный путь наших будущих моряков. В этот день, отдавая дань памяти и уважение тем, кто создавал современную морскую школу, в Морском университете каждый год свято выполняется приказ номер 95. Программа праздника неизменна и полностью соответствует приказу 46-го года. Торжественные построения, собрания, награждения лучших сотрудников и курсантов, выступления творческих коллективов и обязательная встреча с ветеранами морского образования, для которых университет – это не только дело всей жизни, но и в прямом смысле слова – вся жизнь. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.